Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Мы с вами говорили о посвящении времени духовному развитию, для того, чтобы продвинуться дальше в Божьих делах. Бог предлагает нам так много благ. Но нужно время, чтобы научиться умело обращаться с тем, что Он нам даровал. Как мы уже упоминали, Слово говорит нам совершать свое спасение. Нужно время, чтобы научиться совершать спасение, которое нам принадлежит. Нужно время, чтобы научиться пользоваться своими благами и привилегиями. Исцеление принадлежит нам, но нужно время, чтобы научиться умело обращаться с силой исцеления. Процветание принадлежит нам, но нужно время, чтобы научиться истинам процветания. Мудрость принадлежит нам, но нужно время на обновление ума Словом Божьим, чтобы жить в Божьей мудрости и мыслить, как Он. Мы также говорили об одном из основных приемов, которым дьявол крадет у нас время. Это отвлечение. Нам нужно научиться распознавать, что меня отвлекает, что удерживает меня от продвижения в духе. Ведь мне нужно уделять время молитвенной жизни, уделять время Слову, чтобы двигаться дальше в духе, что меня отвлекает. Мне нужно это исправить. Мне нужно избавиться от этого. Откройте со мной, пожалуйста, 15 главу Деяний и начнем читать с 36 стиха. Деяние 15, с 36 по 40 стих. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, «Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав силу, отправился». Итак, Павел говорит, «Нам нужно посетить все места, где мы служили в разных собраниях. Нам нужно ободрить церкви и посмотреть, как у них дела. Нам нужно проверить плоды нашего виноградника». И тут я хочу, чтобы вы обратили внимание на одно слово, потому что некоторые считают, что именно Павел был неправ. Но мы видим, в какой момент началось разногласие и возникла проблема. В 37 стихе здесь сказано, «Варнава решил взять с собой Иоанна, называемого Марком». В чем была проблема? Варнава был решительно настроен что-то сделать по-своему. И это стало камнем преткновения. Это стало отвлечением, не давшим ему пойти дальше. Поймите, Бог поставил Павла и Варнаву вместе выполнять божественное поручение. Дух Божий проговорил в 13 главе Деяний, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Итак, Бог призвал Павла и Варнаву вместе, и они служили вместе. Они были сильной командой. Но заметьте, что произошло со временем. Варнава решил, что что-то должно быть так, как он хочет. И он свое решение поставил выше того, что Бог сказал. Бог сказал, что они должны быть вместе. А Варнава пытался добавить Марка. Мы знаем, что Марк был родственником Варнавы. И мы видим, что Варнава сошел со страниц истории в тот день, потому что отвлекся на свой решительный настрой. Мы понимаем, что Варнава не отступил и не ушел в мир, в жизнь греха. Он наверняка продолжил служить. Но Дух Святой больше ничего не упоминает о его служении, потому что он не остался в том, что Бог указал ему делать. Его отвлекла его собственная непреклонность. Он решил, что что-то будет так, как он хочет. Так часто Бог сочетает людей в браке, а кто-то из двоих решает, что добьется своего, и в результате разрушает брак. Это отвлечение от лучшего, что есть у Бога. Это мешает людям продвинуться так далеко, как того хочет Бог, потому что они решили, что в чем-то добьются своего. И посмотрите, Варнава был духовным человеком. Я вам говорю, нам нужно быть бдительными, насколько бы мы не выросли духовно. Нам нужно усмирять свою плоть. Нам нужно усмирять личные предпочтения. Нам нужно на первое место ставить то, что Бог указал нам делать, и оставаться этому верными, чтобы не уклониться от этого. Как я уже сказала, о Варнаве мы дальше ничего не находим в Писании, хотя он наверняка продолжил служить, но о нем больше ничего не написано. Было две причины, по которым Павел не хотел брать с собой Марка. Во-первых, он осознавал, что Марк не был готов встретить те гонения, с которыми они сталкивались. То есть я бы сказала, что он пытался защитить Марка. Он не пытался помешать Варнаве добиться своего. Он пытался защитить Марка. Поскольку Марк был с ними в предыдущем путешествии и сбежал, когда пришли гонения, Павел знал, что он духовно не готов встретить то, с чем регулярно сталкивались Павел и Варнава, так что он защищал его. Помню, когда я вышла замуж в 1984 году, уже через две недели после свадьбы мы проводили собрание во Флориде. Мы остановились в гостинице, и пять раз за одну ночь я просыпалась из-за снов, в которых дьявол являлся и угрожал мне. Я не буду вдаваться в подробности, но я подумала, что-то со мной не так. Дьявол никогда не являлся мне, когда я была методисткой. Но спустя всего две недели после того, как я вышла замуж за этого человека, дьявол явился мне пять раз в одну ночь. Поймите, я даже не знала, что такое пять даров служения. Я о них даже никогда не слышала. Я была неопытной в духовных вещах. Я не была развитой. У меня не было и доли того опыта, который был у моего мужа в служении. Я была духовно незрелой. И в ту ночь, когда дьявол явился мне уже в пятый раз, я видела его на расстоянии. Внезапно лицо моего брата появилось прямо передо мной, нос к носу, и сказала, «Было совершено ходатайство. Это все разбито». Помните, Иисус всегда жив, чтобы ходатайствовать. Поскольку я была духовным младенцем, поскольку мой ум не был обновлен словом, я не знала, как взять власть над этим. Когда дьявол явился, мне следовало приказать ему во имя Иисуса прекратить свои маневры против меня. Но, будучи духовным младенцем, я не осознавала своей власти, я не знала, что нужно приказывать ему. Поэтому Иисус, который всегда жив, чтобы ходатайствовать, вступился за меня в ходатайстве и разобрался с этой ситуацией вместо меня. Что он сделал? Он защитил меня, потому что он знал, что я оказалась в ситуации, для которой мне не хватало знаний, с которой мне было не под силу справиться самой. Когда позже я рассказала мужу о том, что случилось, он сказал, «Дорогая, это произошло с тобой, потому что я в служении пророка». «Ты вышла замуж за пророка, и ты будешь подвергаться нападениям». Конечно, в тот момент я даже не поняла, что значит, что он в служении пророка. Но скажу так. Сочетавшись со своим мужем, я стала проходить испытания на его уровне. Испытания больше не происходили на моем уровне, а на уровне того, с кем я соединилась. Павел это осознавал. Если Варнава возьмет Марка с собой, Марк будет сталкиваться с испытаниями на уровне Павла и Варнавы. Он больше не будет проходить испытания на своем уровне, и он может не справиться с испытаниями такого уровня. То есть, на самом деле, Павел пытался защитить Марка. По-видимому, Марку нужно было еще расти и развиваться, хотя он наверняка был служителем и проповедником. Знаете, пасторам важно не ставить новичков или духовно неопытных людей на позиции лидерства, к которым они не готовы, потому что враг будет атаковать их, когда они встанут на позицию власти. И им потребуется наличие какой-то меры духовного роста и развития, обновления ума и духовных навыков, чтобы устоять в этих нападениях и преодолеть их. То, что кто-то хорошо поет, не значит, что он готов быть впереди на сцене. То, что кто-то умеет управлять, не значит, что он готов возглавить какое-то служение. Людям необходимо дать время для роста, для духовного развития, чтобы они не приткнулись и не сошли с пути. Среди моих сотрудников есть те, о ком я уже 20 лет назад знала, что они будут лидерами, но я осознавала, что их рано ставить на эти позиции, что им, как и всем, нужно время для развития и роста. Почему? Потому что меня больше интересует их успех, чем заполнение вакансии. Так Павел относился к Марку. Ему было важнее, чтобы Марк не сбился с пути и не был разбит, чем чтобы он составил ему компанию. Поставить человека на должность, которой он не готов, значит подвергнуть его риску и способствовать его падению. Павел защищал Марка. И то, что Марк был родственником Варнавы, не значило, что он мог срезать угол и обойти надлежащие шаги духовного роста, развития и зрелости. Ему все равно нужно было расти, развиваться и достигать зрелости. Когда мы поженились, мой муж уже почти 20 лет был в служении. Драгоценный муж Божий, смелый муж Божий. У него была развитая вера, развитое хождение с Богом. Но то, что мой муж был развитым, не значило, что я была развитой. Мне все равно нужно было уделить время развитию. И я все еще уделяю время развитию. Родство со служителем не значит, что можно обойти процесс развития. Успех не приходит автоматически. Чем бы родственником вы ни были, вы не преуспеете просто от того, что вы состоите с кем-то в родстве, либо знакомы или дружите с каким-то лидером в церкви или в служении. Это не гарантирует вам успеха. В окружении Павла были служители, которые не состоялись. Павел в своих посланиях перечислял тех, кто оставил его, возлюбив мир. Они ушли от него, чтобы вернуться в мир. Итак, просто нахождение рядом со служителями и с людьми, успешными в служении, не обеспечит нам успеха. Нам нужно духовно расти и развиваться. Вы знаете, что члены моей семьи служат вместе со мной. Но им нужно проходить абсолютно те же шаги духовного роста и верности, как и всем. Я предъявляю к ним требования. Чтобы я могла внести вклад в их успех, я предъявляю требования к их духовному росту и развитию. Если я буду относиться к ним так, словно им не нужно развивать свою молитвенную жизнь, свою жизнь веры, не нужно развивать жизнь в слове, не нужно обновлять свой ум, я поспособствую их провалу, а я не поступлю так со своей семьей. Когда Иисус говорил с богатым юношей, он не собирался способствовать его провалу, сказав, «Да, можешь следовать за мной, хотя ты любишь имение больше, чем меня». Иисус знал, что это привело бы к краху, и он не собирался содействовать его падениям. И каким бы замечательным мужем Божьим не был мой муж, мои дети, мои сыновья, моя невестка и внуки не добьются успеха просто потому, что их папа был таким духовным. Он был драгоценным духовным мужем Божьим, но они должны сами быть исполнителями слова. И важно понять, что нужно время, чтобы расти в исполнении слова. Итак, Павел защищал Марка. Это первая причина, по которой он не собирался брать его с собой. И на самом деле так все и обернулось, не так ли? Потому что уже в следующем месте, куда отправились Павел и Сила, их побили и бросили в темницу. Вот что случилось бы с Марком. Так что Павел защищал Марка от такой ситуации. И мы видим, что Павел не имел ничего против самого Марка, потому что позже в своих путешествиях он позвал Марка сопровождать его. Из этого мы видим, что он не имел ничего против Марка. Он просто знал, что Марк не был готов к тому, с чем им придется столкнуться. Вторая причина, по которой Павел не позволил Марку сопровождать его и Варнаву, в том, что Марк был бы отвлечением. Они отправлялись в это путешествие, чтобы ободрить и укрепить верующих. То есть им нужен был тот, кто достаточно силен, чтобы укреплять других. Им не нужен был попутчик, которого им пришлось бы укреплять. Поэтому Марк был бы отвлечением. Хотя он был проповедником, он не был готов к гонениям, с которыми им предстояло столкнуться. Им пришлось бы его поддерживать. Павел был прав, не беря с собой Марка, потому что когда они потом сидели в темнице, мы не знаем, сумел бы ли Марк молиться и петь после того, как его избили и бросили в темницу. А именно так поступили Павел и Сила. Их бросили в темницу, их избили. И Слово не говорит, что они жаловались или говорили, «Ну все, бросаем служение, это уже слишком». Нет, Слово говорит, они молились и воспевали Бога. В такой ситуации нужен соратник, который умеет славить, а не кто-то, кто испугается и убежит. Не у всякого есть вера и способность славить после избиения и заключения в темницу. И именно от этого Павел защищал Марка. К чему я все это веду? Нам нужно хранить свою жизнь от людей, которые отвлекают нас от духовного развития. Мы любим всех, но нельзя иметь близкое общение с теми, кто вас отвлекает, и позволять им говорить вашу жизнь. Есть люди, которым нравится, как живет этот мир. Они вроде как одной ногой в церкви, а второй в миру. Для вас они будут помехой. Вам нужно найти другой круг общения, потому что такое общение будет вас тормозить и отвлекать. Раз уж дьявол использует отвлечение, чтобы сдерживать нас и препятствовать нашей молитвенной жизни, нашему духовному развитию, как нам уберечься от отвлечений? Один из способов – это упростить свою жизнь. Как упростить жизнь? На своих служениях, особенно если там присутствовало много служителей, папа Хэгген часто говорил «заняты, заняты, 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 заняты». Что он хотел сказать? «Вы настолько заняты повседневными делами, что это сказывается на вашем служении и на том, насколько оно влиятельно». Часто мы слишком заняты, чтобы изучать Библию, слишком заняты, чтобы молиться, слишком заняты даже делами служения. Помню, много лет назад драгоценный муж Божий Билли Грэм праздновал свое 80-летие, и у него брал интервью, ведущий ток-шоу. Он сказал Билли Грэму, «Многие пожилые люди полны сожалений о своей жизни, о том, что растратили свою жизнь пустую, упустили так много времени, но, должно быть, вы на закате жизни очень довольны тем, как вы ее прожили. Я никогда не забуду, что сказал Билли Грэм на свое 80-летие. Он сказал, «Я величайший неудачник из всех, потому что я слишком много был на собраниях, слишком много времени проводил с людьми, а надо было больше быть с Богом. Если бы я больше времени проводил с Богом, люди ощущали бы больше Бога рядом со мной». 80-летний человек оглядывается на жизнь и говорит, «Я проводил слишком много собраний, я слишком много занимался делами служения». Именно об этом нас предупреждал Папа Хэгген, «Заняты, заняты, заняты». Да, есть дела служения. Да, это радость, это привилегия. Но дела служения не заменят время с Богом, не заменят время в молитве, не заменят время в Слове. Помните, что сказано в 6 главе Деяний? Апостолы сказали, «Мы не оставим молитву и служение Слова, чтобы печься о столах». Они не говорили, что они слишком хороши, чтобы печься о столах. Они говорили, «Мы не можем заниматься всеми практическими делами служения и при этом исполнять свою роль в молитве и Слове». Об этом нас так часто предупреждал Папа Хэгген, говоря, «Заняты, заняты, заняты». Никогда не позвольте делам служения отвлечь вас от времени с Господом служения, потому что именно так мы сбиваемся с пути, ставя на первое место дела, а не Господа этих дел. В 45-м псалме, 11-м стихе, мы читаем, «Остановитесь и познайте, что я Бог». Посмотрите на эти слова. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Если мы хотим на самом деле познать Его, нам нужно остановиться и провести время с Ним. Мы можем быть настолько заняты, носясь и пытаясь делать дела, что мы делаем их без Него. Мы оставляем Его за бортом, пытаемся сами сделать то, что только Он способен совершить через нас. Да, Он действует через нас, но наши дела будут эффективны только после того, как мы остановимся и успокоимся, чтобы провести время с Ним. Итак, тут сказано, «Остановитесь и познайте, что я Бог». Скажу так, определенные вещи можно познать, только остановившись. В покое изучение Слова, в покое молитвы, в покое молитвы в Духе, остановившись и отойдя от отвлечений. Определенные вещи можно услышать, только остановившись. В Слове сказано, что Бог говорит «в веянии тихого ветра». Некоторые люди живут настолько громко, что они не способны услышать этот тихий голос. Они не способны услышать Его голос в тишине. Некоторые живут в таком темпе, что пробегают мимо Его голоса. Они Его больше не слышат, потому что они не останавливаются настолько, чтобы услышать. Поэтому Слово предупреждает, поощряет и наставляет нас «Остановитесь и познайте, что я Бог». У плоти есть дурная привычка постоянно носиться. Все должно быть с турбоскоростью. Всегда нужно торопиться. И в итоге это нам дорого обходится. И какое-то время назад Бог начал говорить со мной именно о времени, о том, насколько важно нам уделять Богу время, останавливаться и быть в покое, чтобы познавать Его. Иисус сказал, «Я говорю только то, что услышал от Отца». Представьте толпы, ожидавшие что-то от Иисуса. Представьте толпы, желавшие Его внимания. Но заметьте, Он все равно уделял время, чтобы услышать то, что Бог хотел сказать. Хотя Он был Сыном Божьим, Ему все равно нужно было уделять время, чтобы услышать, что сказать людям. Потому что Иисус сказал, «Я говорю только то, что услышал от Отца». Он сказал, «Я делаю только то, что вижу Отца Творящим». У Иисуса было время покоя, чтобы слышать и видеть. Так Он знал, какие чудеса должны произойти в течение дня, кому Он должен служить, в какой город Он должен отправиться, какой избрать подход. Он слышал это в покое. Есть то, что вы никогда не узнаете о своей жизни, о своем служении, пока не успокоитесь настолько, чтобы узнать, чтобы услышать, что Бог хочет сказать вам об этом. В заключении хочу обратиться к первым двум стихам 12 главы послания евреям в расширенном переводе. Прямо перед этим Писание говорит обо всех чудесных, великих героях веры, а затем в Евреям 12.1 сказано, «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, скинем и отбросим всякое бремя, ненужный вес и грех, который так легко, ловко и умно цепляется за нас и опутывает нас, и с терпеливой выносливостью и устойчивой и активной неотступностью побежим назначенным маршрутом в предстоящем нам состязании, отводя взгляд от всего, что отвлекает на Иисуса». Прислушайтесь к расширенному переводу. «Отводя взгляд от всего, что отвлекает, столь многое может нас отвлечь. Отвлечения бывают самых разных видов, и сталкиваемся мы с ними в самых разных местах и в самое разное время суток, поэтому нам нужно научиться понимать, «Минуточку, это отвлечение, сдерживающее меня». Например, я так благодарна за то, что мы были на собраниях Папы Хэггена. Мы были так благодарны за эту привилегию, но мы тратили время, мы тратили деньги, чтобы поехать туда, чтобы останавливаться там в гостиницах, чтобы питаться там. Это обходилось нам недешево, но это того стоило. Многие люди часто упускают возможность побывать там, где им следовало бы, потому что их отвлекает вопрос затрат. Сколько нам будет стоить поездка на ту конференцию? И они не едут. Многие могли бы приехать, но не приехали, потому что экономили деньги. Экономия денег – это отвлечение от плана Божьего. Когда деньги могут помочь вам исполнить план Божий, получить то, что вам нужно для его исполнения, они не должны стать для вас отвлечением. Вы не должны служить деньгам. И именно мы должны все это свергнуть с себя. Мы должны взять свою плоть под контроль. И я вам скажу, в это последнее время мы увидим полную меру пяти даров служения, полную меру, полное раскрытие потенциала девяти проявлений Духа. Но нам нужно будет очень умело обращаться с такой степенью силы. Такие навыки возможно обрести только посвящая время пребыванию в присутствии Божьем. Я так благодарна за время, которое мы провели вместе в последние несколько дней, служа и говоря на эту тему. И в заключение я хотел бы помолиться с вами. Отец, я так благодарна за величие твоего плана. Каждый план, который ты создал, великолепен. Ты никогда-никогда не планировал ничего, кроме величия. И мы так благодарны за эти собрания и за то, что мы услышали. И, Отец, мы выбираем быть исполнителями того, что слышим. Мы выбираем совершать необходимые изменения. Мы выбираем отложить все, что нужно. Не Бог у нас что-то забирает, а мы выбираем это отложить, и Бог нам в этом поможет. Но это наш выбор. И мы выбираем, чтобы ты, Иисус, был не только нашим спасителем, но нашим Господом. Мы ставим тебя на первое место. Время с тобой. Время, чтобы слышать. Время, чтобы быть с тобой. И все сказали Аминь. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна.